итак друзья зрители моего канала и у вас есть свой канал будет значит я представляю вам своих гостей ко мне приехал Турсун Пулот Дускабилов вот мой друг авторитетнейший ученый и садовод последняя должность была завкафи за это за лабораторией Абаканский институт аграрных проблем так вот 25 лет знакомства правильно вот и вы в книгах меня упоминали и я вас в своих книгах вот такое знакомство и я подчеркиваю задача еще Турсун Пулота как-то нас объединять вот очередные гости которых я не знаю ничего вот но так как я живу в медвежьем углу и у нас общение так сказать с другими регионами страны крайне затруднительно время такое каждое посещение для меня гостей это событие вот поэтому я взял включил камеру ну-ка идет запись а идет и прошу вас представиться я как гость с Горноалтайска приехал громче громче можно даже поближе сесть и громко говорить а то ветер ну я приехал с Горноалтайска давно был знаком с Турсун Пулотом познакомились в те времена когда я учился в аспирантуре в Новосибирске и вот он мне подсказал занимайся саженцами в науке зарплаты маленькие и вот стал коллекцию собирать яблонь груш ну что у нас как бы в Сибири произрастает ну а вот с косточками как бы у нас проблема с обрекосами с персиками вот как бы здесь у вас Абакан такой благодатный регион для косточковых цель моей приездки в этот раз это перенять опыт от вас черенки какие-то посмотреть так что так а не сможете ли вы зимой еще раз приехать по-настоящему знаете почему я так говорю вы занимаетесь будем считать так что это не просто разговор так сказать застольный светский будем говорить что мы уже перешли на профессиональный жаргон так никто не возражает нет да кстати вы в камеру перестали попадать вот то что он полот сидит в краю но сейчас общаясь я вот с молодым человеком так вот мы не так начали фамилия имя и отчество меня зовут Ямтыров Максим Борисович еще раз фамилия громко Ямтыров Максим Борисович хорошо так якобы с горнолтайска да благодатнейшее считается место на всем Алтае правильно ну это как бы садоводство в Сибири пошло из горнолтайска вот-вот там во времена Великой Отечественной был эвакуированный институт Вичурина в те годы там потом уже оттуда его перенесли Забуду спросить правда вслухи ходят потому что до нас ничего толком не доходит правда ли что и все это имени Лисовенко закрыли или закрывает ну еще нет не закрывает ну там переводят как бы в автономию хотят перевести то есть то объединяется с одним ну это почти есть ликвидация ну пока он как бы существует это так же как получилось с академией имени 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 в общем одно из академии сделали так вот отнимаем 25 гектар зато мы будем на эти деньги которые выручатся Тимирязевская да знаете так теперь получается так смотрите есть время определенное вот сейчас черенки видим посмотрите вокруг еще листья не сброшены это особый год такой задержалось развитие деревьев а на данном этапе засыпания задержалась почему абсолютная засуха развивались медленно плохо и до сих пор лисе сбросили даже там где сбросили они еще не спят режем черенки хранить до весны все это потом выбросить вот еще раз приехать зимой по возможности подумайте так теперь но так как вы уже приехали есть турцию на больше опыта сможет он где-нибудь в холодильнике сохранить до апреля и не сможет да это сохраняем сотрудник сможете да короче у меня есть вторая проблема она заключается в том что я на всю страну кричу нельзя сейчас срезать срезает серенок соседние ветки сразу вместо того чтобы засыпать просыпается и даже зацветает бывает и сентября октября это знаете поэтому я немножко с вами поделюсь но не отпущу с пустыми руками иначе я это болтун вот по минимуму нарежем там будет несколько супер сортов принципу одно дерево понимаете как одно дерево на всю планету а но то что я вам нарежу одно единственное условие это не деньги это нет если я нарезал и вы повесите бирку на ней будет не просто королевский оклон железового не просто фаина оклон железово понимаете почему я вам с одной стороны хорошо быть этим кощеем сидеть на этом добре и говорить никого больше нет но мне бог дал такую душу если вы уже слышали бы знаете то уже вся страна пользуется моими клонами вот сотнях садов растут мои клоны причем многих лучше моих если я супер королевский там будет уже не 50 грамм как справщики а 100 грамм то я надеюсь у вас будет 120 грамм или как это в Калининграде мой бай ну бай знаете ну 50-60 грамм 130 грамм все дерево увешано 130 грамм да ваши да ваш черенок да бай и действительно бай вот такие чудеса я ради этих чудес вот значит готов поделиться и даже где-то рискую потому что в это время резать в принципе нельзя я все хочу но отпускать пустыми руками не буду это просто от души понимаете вот этот момент так потом значит так еще ну-ка запись идет идет я бы пока мы сидим когда мы пойдем к посаду там сильный ветер гуляет вряд ли мы а здесь ну за куточек получился надеюсь слышно наш разговор еще бы вас попытать это моя как сказать традиция несколько минут еще займу ладно итак предпоследняя зима интересует у нас была она называла 40 градусных а последний у нас был сверх теплая сравнить надо 32 33 всего несколько дней в году а остальное 20 25 15 10 теплейший зимы не было вам за 40 лет что я тут не было такой вот чего я ждал нашествие насекомых как это так в сибири и вдруг они должны были мгновенно размножиться разложили мгновенно только более короткие даже не заметил нашествия никакого так и вот эти вот две 40 градусов земла и назовем 30 градусная когда можно вырасти черта когда и персики укрывать не надо я вам еще черенки персиков срежу вот так скажите пожалуйста предпоследняя зима и последняя какие у вас были предельные температуры предпоследняя было 40 40 так вот там то и дело вы знаете народ сказать слово обнаглел но садоводы все потепление слушать телевизор завтра гренландия тает это самое а у нас действительно по сибири было 25 30 все верно какая следующая будет а вдруг 40 50 да вот и все на смартфон я к чему говорю значит у меня был сверх урожай абрикосов такой урожай который него вообразить до фантазии не хватит потом был вот да и вдруг это предшественник будущих очень страшно будущих невзгод что это такого не могло быть урожай это какой-то кошмара не урожай у меня эти самые деревья два главных дерева далее под 40 ведер каждое возможно больше просто уже некому было это уже не хватало ведер не хватало сил все это собирать два главных остальные 10 20 30 вот и я теперь боюсь что будет следующей зимой я запасе косточками вот и жду теперь пару лет страшного ненасти вот этот момент но теперь следующий вопрос я подробно ли вы говорить значит что вы используете в качестве подвоек начинаем с абрикоса ну пока еще сильнее этим занимаюсь так громче ну тут у пол отдавал мне гибрид аллочи с абрикосом вот этот вот ох елки-палки трусун соус есть почему первый раз слышу такой гибрид мимо меня да не я шучу это надо было когда я моложе был сейчас у меня я считаю идеальная коллекция по двое ладно у нас видите подопливание очень сильно да это понятно снег я не знаю а нет ну вот что значит старый волк но действительно ведь нашел же выход да потому что я сею чистый абрикос он у нас подопливает все понятно так слива за что на свг громче пожалуйста клоновый подвой свг на свг а так ну там существуют номерные 140 1119 то есть все таки вы вы выращиваете на этих на искусственных корнях да а не боитесь бесседжную зиму все это у вас сами так ну хорошо пусть так теперь груши груши на уссурийскую грушу настоящее дело только что вон у меня настоящая груша и вон идите и собирайте если моя вас устроит но раз вы сказали у вас настоящая то жаль я не смогу вас это подарить так ну колючая ну колючая подойти страшно так значит у вас настоящая и наконец яблони гранитка бурпуровая классический подвой все правильно так с этим разобрались вишня вишня на ножки на ту же клоновый подвой клоновый вы вишню выращиваете это укореняя вот это ну а вот что не ползет ползет у меня вон сергей это не выращивает вишню ну сергей знаете мой сын готов никого против вас не выращивать а вон она посмотри сколько я вылезла десяток тут же ушло это посылки и выращивать не надо деньги растут людям надо чтобы он не расползался а это не сорничать вот это одно из главных заблуждений это такое богатство растет а его надо чтобы не росло ладно это тоже один из таких разговоров спорных назовем да так занимаетесь ли вы ну назовем это деликатесами назовем это чем-то таким персиками черешни шелковицы что-нибудь из этого черешни занимаюсь но она у нас умерзает если чтобы не умерзал персиками перспективе а перспективе я постепенно какую-то культуру беру ну вы еще в начале пути нет дело в том что вы сказали у вас нет своего канала это очень тормозит а сайте есть но это одно и то же считайте так что еще спросить значит у нас огромное количество саленсов продаются под брендом горно-алтайские настоящие или фальшивки как вы это лучше должны знать очень много фальшивок фальшивки очень много заводится из средней азии вагонами составами это мы все знаем а ваши привозят сюда или нет горно-алтайцы официальные институты они такими не занимаются вот 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 три года назад подхожу здрасте здрасте вы откуда а мы от лесовенко от института но я взял все здорово спросил я говорю а вы железо так вы железо главное так а я вначале не поняла им-то надо было как-то это чтобы железо в не очень-то лес чужой темы мало откуда дровишки понимаете еще давайте меня чуть не облизывать железо вот это вот а я-то вижу что фальшивками торгуют и вы подтвердили лесовенко не торгует но у них на сайте но в Бабакане каждый год и лесовенко лесовенко у меня даже фотографии есть черт пёс знает кому верить я тоже подхожу они вот лесовенко вывел это черешню тему еще ой-ой-ой вранье какое вот облепиха один кус посадишь она сама куряем а кстати есть облепиха самая полярная нет а шелковица есть у меня кстати есть вот у нас коллекция будто ботаническом саду девятнадцать лет проработал коллекции как бы я привез с шелковицу черную и она это плодоносит у вас и не замерзает ну первые годы она подмерзала кончики подмерзали так это же шедевр здорово так сейчас я смотрю давайте так и принципе теперь вы меня спросите что-нибудь и пойдем уже по саду гулять и секатор возьмем я вас не отпущу с пустыми руками ну вопросы по ходу дела тогда все я съемку останавливаю так спрашиваете а это косточка реализует в каком объем косточка реализует в других регионах слышишь как я продаю нет это ценность она с лекционной ценности миллион-миллион косточки разводить по всей россии это же новые сорта да только не миллион это громко сказано это примеры вот это то что вы делаете это очень сильнейший многие это вопросы новые формы да новые формы новый сорт это это новых условиях то что вы делаете это никто не делает такой богатые работы делаете большой наука делает большое производство это для будущего сколько генофон создает вот то что вы делаете это сильнейшее достижение а толк 5 дней ни одного заказа да еще не это не сезон да нет нет у меня было знаете это 10 до 20 заказов лет 6-8 назад самый пик расцвета вот того что сейчас у меня есть да вот и у меня в это время это это я называю осеннее обострение потом еще будет весеннее обострение и вот все ждали когда у меня созреет созреет и я в день реализовал от 10 до 20 заказов вот это было время ночами не спал все собирал посылки а сейчас вот это время опять не пусто до этого было немного все изменилось я не знаю как вы будете выкручиваться в том плане что где покупатели которые в каждом году все меньше вот к сожалению это горькая правда мы с вами питомниководы кстати вас питомник показать для сравнения там это походим по питомнику конечно походим так ну все разговорились я когда нам лясо точить поехали работать и и и и и